Вечерний эфир телеканал Экспресс продолжает программу события в студии Егор Гурин. И вот о чем расскажем сегодня. Ушел человек-легенда. Скончался один из самых известных ветеранов Великой Отечественной войны Владимир Кирханаджев. Честь имеем. Лекарства от коронавируса. Пензенская область ждет поступления новой партии вакцины. Будет доставляться в 8 пунктов. Место, где зимует лето. В Пензенском ботаническом саду собирают экзотический урожай. У нас сейчас без остановки плодоносит папайя. В начале выпуска о печальном событии сегодня ушел из жизни почетный гражданин Пензы, участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке Владимир Кирханаджев. Мы присоединяемся к искренним соболезнованиям, которые в этот день родным и близким фронтовика выражают представители власти, общественники и простые жители области. Чтобы никогда ваше поколение и особенно молодежь не пережили то, что пережили ваши дедушки, бабушки. Он всегда по-отечески обращался к подрастающему поколению, называя девушек и юношей исключительно наследниками победителей. В регионе немного найдется людей, которые не знали бы, пожалуй, самого известного пензенского ветерана Великой Отечественной. Владимира Кирханаджева призвали в Красную Армию в 18 лет, в сентябре 1941-го. Он был участником Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, боев за освобождением Ценска, Карачаева, Орла и Латвии. За время войны сапер по специальности обезвредил более 1800 взрывных устройств. «Делал проходы в минных полях перед тем, как освободили Орел. 43-й год, да, в августе месяце». В год памяти и славы фронтовику исполнилось 96 лет. Его поздравляли артисты, журналисты и, конечно, родные, которые рассказали, что Владимир Михайлович всегда старался быть в центре событий и в окружении людей. Именно поэтому, даже несмотря на преклонный возраст, несколько лет он возглавлял Пензенский городской совет ветеранов. «Это был военный человек с гордой осанкой, с четким командирским голосом. И мне вот только на «вы» обращение. Хотя он мне всегда говорил, ты же мой внук, там, говори мне «ты». Я очень долго привыкал, это на самом деле так». В коллекции наград не только военные медали, но и почетные знаки за многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность, заслуги в развитии города и области. Светлая память о Владимире Кирханаджеве навсегда сохранится в сердцах наследников победителей. Честь имею! КОВИД-19 уже на этой неделе поступит не только в Пензу, но и в другие населенные пункты области. Об этом заявили в ходе видеоконференции губернатора с главами районов. Кого привьют в первую очередь, а кому процедура противопоказана, расскажет Альбина Байшева. Более 1200 доз вакцины от коронавируса отечественного производства гам-ковид-вак в течение недели поступит в Пензенскую область. Это уже вторая партия, которая будет направлена на наш регион. Если в первый раз прививали исключительно медицинских работников, то теперь в список помимо врачей попадут учителя и сотрудники силовых структур. Будет доставляться в 8 пунктов. 4 пункта организованы в городе Пензе и 4 пункта в межрайонных больницах, где будет проведена вакцинация. В связи с этим в лечебных учреждениях, где будет проведена вакцинация, проведена выверка людей, которым показано введение этой вакцины. Но, к сожалению, это количество населения достаточно больше. Вакцинация проходит в два этапа. Повторную процедуру необходимо провести через 21 день. Укол можно делать тем людям, которые ранее не переносили коронавирусную инфекцию и на момент прививки имеют отрицательный тест. На сегодняшний день, по оценке регионального Минздрава, ситуация с распространением COVID-19 на территорию области стабилизировалась. Однако, несмотря на это, губернатор Иван Белозерцев призвал усилить профилактические меры. Мы не можем с вами расслабляться, тем более перед Новым годом, новогодними праздниками. У нас может быть вспышка. Известно почему. Поэтому эту работу продолжить. Возрастная группа. Надо рекомендовать без надобности из дома-то не выходить. Еще, видите, вакцина пошла. Кому-то нужно что-то доставить, лекарства, продукты питания. Сейчас в каждом районе, в каждом городе работают волонтерские группы. Социальные службы готовы помочь. За последние сутки в Пензенской области зарегистрировано 176 новых случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день в регионе развернуто более 2600 коек для инфицированных коронавирусом. 100 уже удалось освободить для плановой медпомощи. Столько же намерены перепрофилировать на этой неделе. Все терапевты и врачи общей практики узнают самые последние методики борьбы и профилактики коронавируса на специальных курсах. Там они изучают новейшие схемы лечения, самые распространенные и сложные случаи протекания болезни. Никаких анализов сдавать не нужно. На этот раз тест не на коронавирус, а на то, знают ли медики, как с ним бороться. Исследование COVID-19 продолжается. Терапевты и врачи общей практики должны быть в курсе мельчайших деталей. Для Ксении Бычковой из Никольска это особенно важно. В поликлинике она работает всего лишь с сентября. Часто приходится сталкиваться с температурщими пациентами, поэтому данная лекция будет очень полезна для нас, чтобы обучиться и действовать правильно в таких ситуациях. Новая тактика ведения пациентов, препараты, как правильно их назначать. Особенно тактика ведения пожилых пациентов. Очень интересно сейчас было послушать. Учебный центр на улице Пионерской за один день посещают порядка 60 медиков. Всего прослужить лекции и пройти тест должны более 500 врачей со всей области. Это специалисты первичного звена. Чтобы не отвлекать их от пациентов, занятия проводят по выходным. Длится оно от полутора до двух часов. Это временные методические рекомендации, девятая версия в инфографике. Здесь все в форме слайдов, очень доступно, очень красиво. Такие пособия каждый доктор получает на руки. Здесь и схема лечения, и все препараты. Предполагается, что до января Министерство здравоохранения России разработает новые рекомендации для борьбы с коронавирусом. Как только это произойдет, образовательную программу для медиков скорректируют. Теперь о проблеме, с которой к нам обратились жители Рамзай. Они недовольны качеством дорог в их населенном пункте. Это даже не направление, а большая грязевая колея, говорят люди. Их внимательно выслушала Анна Ворнова и попыталась выяснить, когда проблема будет решена. Снег, пожалуй, лучшее покрытие для местных дорог, говорят жители села Рамзай. Проехать здесь зимой проще и быстрее. Под ледяным покровом не везде есть асфальт или даже щебень. Сейчас вот идет строительство. Молодежь строит очень много. Время сейчас беспокойное такое, нехорошее. Но все равно молодежь строится. Вот у меня сын сейчас строится. Второй сын собирается. Отсюда здесь места изумительные. Природа красивая. Пруды. Ну все очень хорошо. Живи и радуйся. Тем более пенза рядом. Когда дожди, машины не могут пройти к своему дому. Они просто останавливаются где-то там наверху. И идут люди пешком. У нас колея. Даже если щебенка, которая там пыль извергает такую, как туман. Понимаете, это ненормально. Лучше обстоят дела ближе к центру села. Там смогли где-то подлатать, а где-то и уложить новый асфальт. Но 9 километров на 11 улицах – это грунтовые дороги. Хотя местные поправляют. Там просто грязь. По словам главы администрации Рамзайского сельсовета, улучшить состояние полотна везде не позволяет бюджет. Сейчас для того, чтобы построить дорогу, допустим, 100 метров дороги, 100 м2 метров – 870 рублей. У нас свободных денег от дорожного фонда остается 300-400 тысяч. Вот ежегодно мы строим 450-500 метров сейчас за свои, как говорится, деньги. Но дороги – не единственная проблема сельчан. Не все улицы здесь освещены. А раньше фонари горели почти у каждого дома. Но в этом году стоимость обслуживания электросетей значительно увеличилась. И на работу, и с работы, и в школу. В 8 у нас темно, 4 месяца. И в 4 у нас темно. Вот мы сейчас стоим. 3 часа уже темно. А ребятишки со школы идут и на секцию, и с секции на кружки. Не говоря уже о том, что рабочие едут и после пяти, и после семи. Решить сразу две наболевшие проблемы местные жители во главе с сельской администрацией постараются в ближайшее время. В 2021-м освещение появится на четырех улицах. Запланировано закупить 50 фонарей. Часть дорог намерены отсыпать щебнем. С просьбой о выделении средств на асфальтировку активисты намерены обратиться в Макшанскую районную администрацию. К криминальным событиям. По подозрению в хищении элитного коньяка в Пензе задержан житель Нижнего Новгорода. Как выяснилось ранее, он уже имел проблемы с законом. И вот теперь его пребывание в столице Сурского края может затянуться надолго. Не по его воле, но по его вине. Если она, конечно, будет доказана. Находясь в помещении торгового центра на территории Октябрьского района города Пензе, подошел к стеллажу с алкогольной продукцией. И убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, взял с витрину бутылку элитного коньяка и положил его в пакет, который был при нем. После чего вышел из торгового зала через кассовую зону, не расплатившись за товар. Действие подозреваемого зафиксировала видеокамера. Стоимость похищенного составила 8 тысяч рублей. Нижегородец пояснил, что бутылку он перепродал по более низкой цене. С подозреваемого до суда взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Люди, о которых речь пойдет далее, уже выслушали приговор суда, однако с недавних пор их жизнь стала значительно отличаться от той, что ведет большинство заключенных. В Пензе открыли первый исправительный центр. То, что это не общежитие, не хостел, а исправительный центр для совершивших преступления людей, понять можно лишь по решеткам на окнах. В остальном не хуже, чем в обычной гостинице. В таких условиях проживает 73 осужденных, наказание которым заменено на принудительные работы. Подобная альтернатива полному лишению свободы применяется не ко всем. Сюда люди попадают, которые доказали свою, можно сказать, состоятельность в этой жизни. Но адекватные люди. Поэтому конфликтов здесь, в принципе, не бывает. Условия, конечно, не ожидал, что такие будут. Это прямо не то что-то, но я думаю, даже шикарные условия здесь. Для и проживания, и все условия созданы для работы. Марат отбывал наказание в Калуге. Спустя половину срока приговор смягчили и отправили сюда. Как и остальным осужденным, ему помогли устроиться на одной из городских предприятий. Женщины задействованы на кондитерском и швейном производствах. А мужчины трудятся разнорабочими, помогают благоустраивать пензу. Кстати, часть их зарплаты отчисляется в счет возмещения ущерба, причиненного совершенными ими преступлениями. Осужденные отчисляют доход государства у нас от 5 до 20%. Оставшая часть зарплаты у нас используется. Также осужденные у нас питаются за свой счет, платят соответствующие коммунальные услуги. За передвижениями каждого тут внимательно следят. Несмотря на более мягкие условия, здешние постояльцы имеют возможность пользоваться связью и интернетом. Ограничения все-таки есть. Им необходимо соблюдать распорядок дня. Максимальная заполняемость учреждения – 100 человек. Чтобы распределить нагрузку и сделать адаптацию осужденных к нормальным условиям жизни, в гражданском обществе более доступной, на территории нашего региона планируют открыть еще несколько подобных центров. К другим событиям. Пока декабрьские морозы испытывают пешеходов и водителей на прочность, в Пензенском ботаническом саду царит лето. В оранжерее собирают уникальный для нашей полосы урожай. Попробовать экзотические плоды удалось Светлане Земиной. Из морозной зимы в тропике. На пороге оранжерея ботанического сада может показаться, что в Пензу вернулось лето. Соответствующий климат в теплицах поддерживают даже в жаркую погоду, чтобы привередливые растения чувствовали себя комфортно. И это в буквальном смысле слова дает плоды. На дереве какао завязался первый за 10 лет. Специалисты называют это не иначе, как чудом. Плод какао, который мы долго ждали, что он у нас появится. Вообще даже в природе завязывается только 5% цветков какао в плоды. Ну вот, у нас он сам завязался естественным путем. Некоторые представители флоры цветут и плодоносят круглый год. К празднику ожидают урожай мандаринов, а пока собирают другие экзотические для наших широт плоды. У нас сейчас без остановки плодоносит папайя. Огромное количество плодов, мы еле успеваем их собирать. Также сейчас у нас особенно шикарно расцвела пуанцетти или молочай красивейший. То есть он был намного более скромных размеров, а сейчас он особенно пышный. Молочай красивейший имеет очень интересную особенность. Чем холоднее на улице, тем ярче и пышнее у него цветение. Еще про это растение ходят легенды. Якобы бедная девочка из Мексики очень хотела преподнести подарок Иисусу Христу ко дню рождения. Она сорвала ветки обычного придорожного кустарника и преподнесла их в подарок спасителю. И на следующее утро эти ветки чудесным образом окрасились в красный цвет. Так появилось еще одно название – рождественская звезда. В коллекции Пензенского ботанического сада несколько сотен растений. Некоторые настолько уникальны, что даже в природе встречаются довольно редко. Увидеть пестрые краски своими глазами и приобщиться к природе все желающие могут здесь со среды по субботу. Оранжерея работает с 10 до 16 часов. Объявлены имена лауреатов конкурса «Люблю тебя, мой край родной». Его главным организатором стала татарская национальная культурная автономия Пензенской области. Жюри предстояло выбрать лучшие из 150 представленных работ. С их авторами познакомилась Ольга Сайганова. Найти тетрадь со стихами любимой бабушки и рассказать о своем открытии всем. Для девятиклассницы Амины Ишмаевой из Верхней Юлизани научная работа стала очень личной, семейной историей. О том, как можно радоваться жизни, вопреки всему. Героиню ее труда звали Румия. Она 40 лет была учителем математики в сельской школе. Женщина не стала в прошлом году, но своей внучке она оставила важное завещание. Она писала о своем отце, который участвовал в Великой Отечественной войне. Писала просто о жизни в деревне на русском и на татарских языках. Она всегда передо мной тоже писала стихи. И она всегда рассказывала о том, чтобы когда ее не будет, чтобы мы передавали эту тетрадь будущим поколениям. И чтобы все помнили о ней и знали. Научно-практическая конференция «Люблю тебя, мой край родной» прошла уже в десятый раз. Участники – это молодые люди, говорящие на татарском и русском языках из Пензы и области. На конкурс было прислано более 150 работ по 7 номинациям. Это «История села», «Знаменитые земляки». В этом году мы включили новые номинации, «Путеводитель школьного музея». Также включили номинацию «Мое село», «Село будущего», «Конкурс рисунков». Кстати, вживую члены жюри видят участников и их научных руководителей на награждении впервые. Основной этап конкурса прошел в онлайн-формате. Лучшие работы, а их порядка 65, издали в сборнике с одноименным названием «Люблю тебя, мой край родной». Приятная новость для жителей микрорайона Запрудные. Вас ждут в новом дополнительном офисе Банка Кузнецкий. Он ориентирован на комфортное обслуживание всех категорий граждан. Высокое качество предоставления услуг в банке отмечают и клиенты. За 30 лет работы Кузнецкий смог завоевать доверие многих пензенцев. Сотрудники Банка Кузнецкий всегда готовы помочь клиентам сориентироваться в актуальных предложениях и выбрать наиболее интересные условия. Единственный областной банк, который занимает лидирующие позиции по количеству офисов в регионе, открыл дополнительный под названием «Ладожский». Уважаемые жители Дальнего Арбекова, рады сообщить вам об открытии нового офиса. Мы предлагаем полный спектр финансовых услуг. Сотрудники Банка с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут решить любые финансовые задачи. Мы работаем с понедельника по пятницу с 9 до 19.00. Суббота, воскресенье, выходной. Приходите, будем ждать вас. Здесь можно воспользоваться выгодными условиями потребительского и ипотечного кредитования, открыть вклады в рублях и валюте, оплатить коммунальные и иные платежи, а также совершить валютно-обменные операции. Для бизнеса предлагается расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, размещение депозитов, зарплатные проекты и выдача банковских гарантий. Ну и, конечно, сотрудники Банка Кузнецкий стараются создать теплую и доброжелательную атмосферу в офисе. Я живу здесь рядом, прихожу оплачивать счета, офис очень удобный, просторный, сотрудники доброжелательные, все молодые. Большое спасибо. Появилась и специальная зона самообслуживания. Через банкомат можно круглосуточно совершать операции с получением наличных денег. А многофункциональный терминал уже стал хорошим помощником в оплате различных услуг. Не стоит забывать и об удобной системе Кузбанк Онлайн, которая позволяет в дистанционном режиме осуществлять переводы, оплачивать коммунальные платежи, услуги связи и интернет-провайдеров. Жителей и гостей города будут рады видеть в дополнительном офисе Банка Кузнецкий, расположенном по адресу улица Ладожская, 157. Далее вас ждут новости спорта, но сперва короткая реклама. Оставайтесь с нами. 2020 год научил нас важные вещи – заботе о здоровье. Для защиты организма от вирусов и инфекций в помещении мы предлагаем использовать рециркулятор Jordan Air. Уничтожает до 99% вирусов и безвреден для организма. Рециркулятор используется в общественных местах, в присутствии людей и домашних животных. Полная рециркуляция воздуха происходит за 1,5-2 часа. Дышите чистым воздухом и будьте здоровы! С заботой о вас – рециркуляторы Jordan Air. Телефон 2105-58. С Новым Годом! Здравствуйте, друзья! С Новым Годом вас! Новому Году быть, если вы закажете праздничный корпоратив в ресторане «Шахерезада Степановна». Ищите высокооплачиваемую работу в Москве? Компания «Спецпроект» приглашает специалистов в области строительства. График работы – вахтовый. Подробности по телефону 8 929 218 78 43 218 78 49. РЖД. Другой взгляд. Быстро и просто. Сделайте всего два шага. Обратитесь в Центр продажи услуг и получите комплекс транспортных решений. Перевозка грузов, предоставление вагонов, терминально-складские услуги, погруза разгрузочной работы, информационное сопровождение. Максимально выгодные логистические решения для клиента. Обращайтесь в региональные центры продажи услуг РЖД. Результат обеспечен. Железно! Контакты Центра продажи услуг. Город Пенза. Телефон 5889 47. Знакомьтесь, это Александра. Она яркая женщина и налоговый инспектор. Она мила и доброжелательна. Но люди почему-то от нее шарахаются. Саша давно хочет попробовать пирожное из местной кондитерской. Но у нее никак это не получается. Маникюр очень успокаивает Александру. Но ее мастеру часто не здоровится. Может показаться, что все проблемы в Александре. Но это не так. Перестаньте бояться. Станьте самозанятым. И начните заниматься своим делом спокойно. Скачайте приложение «Мой налог». Пройдите регистрацию. И занимайтесь любимым делом просто и комфортно. Получите государственную поддержку для запуска своего дела в центре «Мой бизнес Пенза». 16 ноября по 13 декабря 2020 года. Под эгидой прокуратуры и правительства Пентинской области проводится областная антинаркотическая акция «Сурский край без наркотиков». Защитите себя и своих близких. Не будьте равнодушными. Сообщайте, где распространяют и употребляют наркотики. Собираются наркоманы. Звоните в прокуратуру 523-523. Организация «Похорон». 30 55 55. Круглосуточно. Наш выпуск продолжает события из мира пензенского спорта, приветствуя в студии своего коллегу Петра Голубева. Петр, добрый вечер. О чем расскажешь сегодня? Добрый вечер. Начнем с хоккея, ну а закончим регби. Дизелист сохранил лидерство в турнирной таблице национальной молодежной хоккейной лиги. На своем льду дружина Алексея Медведева обыграла соперников из Брянска. Этот матч команды должны были провести еще в сентябре, но тогда его перенесли из-за вспышки коронавируса. Пензенцы сразу завладели преимуществом. Преобразовать его в заброшенные шайбы удалось в конце первого периода. Отличился Никита Гемельянов. Однако основные события развернулись в заключительной 10-минутке встречи. Сначала гости сравняли счет, но таким он оставался недолго. Точные броски Семена Ефремова и Вадима Фатахова принесли победу желто-синим. Следующую игру дизелист проведет в пятницу в Карелии. Тем временем основная команда продолжает укреплять состав. Атакующую линию дизеля должен усилить 21-летний центральный нападающий Донат Стальнов. Воспитанник Рыбинской школы хоккея знаком болельщикам желто-синих. Он приезжал в наш город вместе с Ярославским Лока-юниор. На взрослом уровне выступал в ВХЛ за клубы Саров и Торпедо Горький. А текущий сезон начинал в Тюменском Рубине. На его счету 52 матча в высшей лиге, в которых он набрал 17 очков. Игрок сразу отправился со своей новой командой на выезд. Кстати, первый матч уже стартовал. В эти минуты дружина Алексея Ваулина сражается с Барсом. Завершим выпуск новостями из мира регби. Сразу 17 игроков пензенского локомотива вошли в состав сборной российских клубов, которая 19 декабря на сочинском стадионе Фишт встретится с нашей национальной командой. Кстати, железнодорожники в этот день будут не только на поле. Готовит необычный коллектив к матчу Александр Янюшкин. В отличие от своего оппонента Лина Джонса, он не был ограничен национальностью спортсменов, поэтому мог вызвать на игру и легионеров, среди которых Руди Ван Роэн, Джеймс Даун, Георгич Каидзе и другие. В общей сложности 27 человек. Кстати, не обошлось без пензенцев и в главной команде страны. За сборную России сыграют 6 представителей локомотива. Как всегда, будем болеть за наших. Спасибо, Петр. А сразу после этого выпуска программы «События» смотрите фильм о нелюбви, точнее, о неумении любить. В Москве живут две родные сестры Вера и Надя. Одна одинокая, у другой есть семья. Герои картины как будто бы любят друг друга, но это только кажется. Активатором всех больных тем становится дочка одной из женщин. Социальная драма «Для начинающих любить» начнется в 20.00 на телеканале «Экспресс». Ну а я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего вечера. До встречи. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ КОМПАНИЯ СЕНЬЙОР ПОТОЛОГ Завтра на западе Пензенской области ясно и без осадков. Ветер восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 17, минус 13 градусов. Днем минус 6, минус 5. В восточных районах ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 17, минус 14 градусов. Днем минус 7, минус 3. В Пензе ясно, без осадков. Ветер северный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 15, минус 14. Днем минус 6, минус 5 градусов. Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба. Два дня и все готово. Все очень приветливые. Стало так красиво. Для нас жену что-то новое, но дети советуют. Просто исполнили мое самое заветное желание. Высокое качество продукции. Профессионализм сотрудников. Конкурентные цены. Гарантия 15 лет и 100% безопасность. Сеньор потолок. Сеньор потолок. Сеньор потолок. Сеньор потолок. Сеньор потолок. Сеньор потолок. Мы любим вас. Официальный курс Центрального банка России. Доллар 74 рубля 25 копеек. Евро 89 рублей 97 копеек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова